Несмотря на капризы природы, третий епархиальный турнир, посвященный православному празднику Крещения Господни, состоялся. Хотя количество заявленных команд значительно уменьшилось. В ледовых баталиях приняла участие сборная спортсменов из села Никола-Березовка. Руслан Амирханов уже с детства увлекается данным видом спорта и хочет продолжить играть, но уже на профессиональном уровне. Сначала я начал ходить на стадион «Торпеда» в городе жил. Мы с братом начали играть, первые деревянные клюшки прямые. Далее переехали в Березовку, построили корт. Мы начали играть каждый день, ходить сюда заниматься. Сейчас уже играю с шайбой, с мужчинами тренируюсь, на соревнованиях выезжаем в частных турнирах. Но это мышечный спорт, требует выдержки, выносливости, определенной силы, техники игры. То есть плохо, конечно, что с зимой только играть, но свои плюсы тоже есть. Хорошо. Скажи, пожалуйста, ты планируешь, когда дальше связать с спортом профессионально заниматься? Если так, ты просто на любительском уровне, чтобы поддерживать здоровье? Ну, если честно, желание есть заниматься на профессиональном уровне, но пока вот только так. Хоккей с мячом, или как его в народе называют русский хоккей, на сегодняшний день один из быстро развивающихся видов спорта в нашей стране. Такая игра немного отличается от традиционного вида. Например, то, что загнать ворота соперников надо не всем привычную шайбу, а резиновый мяч. Да, и экипировка в этом виде значительно легче, следовательно, и игра динамичнее. Организовала данное мероприятие нефтекамская епархия. На сегодняшнем мероприятии посвящено крещению, так как я являюсь руководителем комитета епархиального организации проведения спортивных мероприятий. Епархия уже в третий раз проводит турнир. Первый был рождественский турнир, а до этого мы проводили совместно с ЖКХ города Нефтекамска турнир также по хоккейсу, в таком же формате. Сегодня, так как погода не очень хорошая и дети заболели, были больше команд приглашены, но, слава богу, три команды принимают участие. Одна из АМЗИ, вторая из Николы Березовки, Санкакамского района, ну и наша нефтекамская епархиальная команда «Динамис». На ледовую площадку юных спортсменов пришло поприветствовать депутат Совета Краснокамского района Дмитрий Олешков и руководитель местного исполкома партии «Единая Россия» Альбина Минязова. Они вручили трем самым юным игрокам из каждой команды небольшие памятные призы и пожелали дальнейших побед. В мальчишках возрождают дух, морально-нравственные принципы, о которых так часто говорят. И что хотелось бы сказать, что спорт в Краснокамском районе приветствуется, очень хорошие показатели, все знаем об этом, есть статистика. Из года в год призовые первые места уже на протяжении большого количества времени проходят. Также фракция «Единая Россия», полисовет фракции «Единая Россия» поддержал ребят, вдохновили их, значит, самым маленьким участникам вручили, значит, призы, ценные подарки. И всегда, значит, всегда поддерживаем спорт в районе. Так как команды не первый раз играют друг против друга и уже за несколько матчей успели выработать тактику против соперника, игры выдались довольно напряженными. Счет менялся то в пользу одной, то в пользу другой команды. Призы победителям и участникам соревнований предоставил физкультурно-оздоровительный комплекс «Прикамия», ровно так же, как и ледовую площадку для их проведения. Сегодня физкультурно-оздоровительный комплекс «Прикамия» является соорганизатором крещенского турнира по хоккею среди юношей. И совместно с нефтекамской епархией организовали данный турнир, в котором принимают участие три команды. И наш комплекс предоставил подарки и призы всем участникам сегодняшнего турнира. А также сегодня они играют на хоккейном корте, который находится на территории нашего комплекса. По итогам проведенных игр обладателем кубка стала команда нефтекамской епархии «Динамиз». Второе место по праву заняла команда «Амзинцев». А завершили тройку призеров спортсмены Краснокамского района. Но на этом турниры по русскому хоккею не заканчиваются, и служители церкви готовят все новые мероприятия. Дальше наша епархия, у нее очень большая территория, вплоть до Октябрьского, и мы с нефтекамским, с спорткомитетом, я думаю, с вашим сообщаем. Мы проведем, я думаю, такие большие епархиальные турниры, создадим свое положение. Если надкликнутся, поддержат нас, конечно, и власть имущие люди, и та же самая партия «Единая Россия», я надеюсь, и ФОК при Каме. Мы будем только рады сотрудничеству, мы сделаем это большое дело для детей.